Я очень рада, что у меня есть такая возможность поделиться опытом организации подобных мероприятий. Меня зовут Юлия Бурдо. Я пару слов расскажу о своем опыте и о тех волонтерских движениях, в деятельности которых я участвую. Я занимаюсь экологическим волонтерством уже 4 года, с 2012 года. И вот эти проекты, в которых я так или иначе участвую, мне их идея очень близка, поэтому я хотела бы в том числе пару слов сказать о них. Движение «Раздельный сбор». Ему несколько лет оно зародилось в Санкт-Петербурге. Идея его заключается в том, чтобы организовать раздельный сбор, устойчивый раздельный сбор в нашей стране. И волонтеры, участники этого движения, организовывают различные эколого-просветительские акции, в том числе акции по приему второсырья. В Москве руководитель движения Лера Коростелева. Последние два года в Москве это движение набирает обороты. Из последних таких самых ярких и интересных акций после Нового года ребята организовывали сбор елок на переработку. И они были отправлены не на мусорные свалки городские, как это происходит всегда, а в зубровники и в фермерские хозяйства. В том числе мы проводим регулярно акции по приему второсырья. И часть этих мероприятий, в том числе, проводили в сотрудничестве с фондом Старость и Радость. В том числе собирали одежду для пожилых людей. Также мы сотрудничаем с проектом Charity Shop и принимаем ветошь на переработку в рамках этих акций. Вы можете ознакомиться с деятельностью этих движений, присоединиться при желании. Также движения Мусора больше нет, ему уже больше 10 лет. Он зародился также в Санкт-Петербурге. Основатель движения Денис Старк. На сайте движения вы можете ознакомиться с большим количеством разных форматов мероприятий, которые в разные годы проводили волонтеры. Это и субботники с раздельным сбором, и акции по приему второсырья, залоговая стоимость Тары на фестивалях, эко-уроки, организация фестивалей и конференций. Активные волонтерские инициативные группы есть во многих городах России и в пяти странах СНГ. Здесь представлен общий сайт и также ссылка на группу ВКонтакте. Акция «Сделаем» — это ежегодное мероприятие, которое проходит в нашей стране уже 4 года. Оно является частью международного проекта «Let's do it». Традиционная всероссийская уборка, которая проходит в середине сентября. Ее цель заключается в том, чтобы в один день во многих частях нашей страны провести уборку. И мы ставим перед собой цель не только убрать большие пространства замусоренные, но и сделать это мероприятие таким резонансным, привлечь к нему внимание общественности, к проблеме мусора вообще. Поэтому мы стараемся его делать таким ярким, интересным, так, чтобы оно хорошо прозвучало в средствах массовой информации, и как можно больше людей задумались о проблеме отходов. В 2016 году всероссийская уборка «Сделаем» будет проходить 10 сентября. Также предлагаю вам присоединиться к ней, принять участие. Можно прийти уже на организованную уборку, или в результате нашего сегодняшнего мероприятия вы можете стать организатором одной из уборок, в том числе в рамках этой акции. Итак, почему, зачем вообще проводить уборку с раздельным сбором? По моему опыту, проведение подобных уборок, примерно половина того, что мы собираем, это вторсырье. Потому что самые замусоренные места на природе, это места излюбленного посещения отдыхающих, берега водоемов, поляны, места, до которых легко доехать на общественном транспорте, на электричках, на автобусах. Люди приезжают отдохнуть, и, к сожалению, мусор после себя не убирают. И большая часть этого мусора – это упаковка. Это пластиковые бутылки, алюминиевые банки, стекло, очень много разных пакетов, пищевые отходы. Благодаря тому, что мы организовываем уборку с раздельным сбором, отдельно собираем, как правило, три фракции вторсырья. Это пластиковая бутылка, любые металлические отходы, и металловом, и жестяные банки, банки из-под напитков алюминиевые, и стекло. Благодаря такому принципу, такому подходу к уборке, половина того, что мы собираем, – это вторсырье, у которого есть шанс на вторую жизнь. И мы отправляем его, благодаря коммерческим компаниям, которые специализируются на вывозе и переработке вторсырье, мы отправляем его в переработку. Вторая половина отправляется на мусорный полигон, к сожалению. Организация уборки, как, в принципе, любого мероприятия, состоит из трех основных этапов – подготовка, непосредственно проведение, и такой завершающий этап – информационная волна, когда мы делимся с нашими друзьями и с обществом в целом результатами нашей проделанной работы. Организация субботника занимает примерно три недели, плюс-минус. Если уже есть опыт, то, в принципе, можно организовать и за более короткий срок, но три недели – такое самое оптимальное время, которое позволяет вам в спокойном режиме успеть все сделать. Здесь мы в основном ориентируемся на то, что первый наш шаг для организации мероприятия – это согласование нашего мероприятия с администрацией, потому что нам нужно завериться их поддержкой для того, чтобы они вывезли тот мусор, который мы с вами соберем. Как известно, они оставляют для себя 30 дней официально на ответ на письма, поэтому лучше брать даже не три недели, а четыре. Но по практике, в принципе, они отвечают раньше. Связь с ними можно ускорить еще и звонками непосредственно в то учреждение, куда вы отправляли письмо. Также организация уборки состоит из таких блоков. Это выбор места, письмо в администрацию, о котором я уже сказала, договоренность с компанией, которая специализируется на вывозе вторсырья – это сбор участников, добыча ресурсов – это наши мешки, перчатки, инвентарь для проведения уборки, привлечение средств массовой информации, организация развлекательной программы для наших участников. Все зависит от наших ресурсов и возможностей, конечно. Зачастую все организовывается силами непосредственных волонтеров или команды организаторов. И завершающий этап – отчет и мониторинг того места, где мы брались. И мы рассмотрим каждый из этапов в отдельности. Выбор места уборки. Особенно в преддверии апрельских традиционных уборок, куда мы можем обратиться. Или даже скажем так, человек, который решил провести уборку, у него, как правило, уже есть на примете какое-то место, например, где он любит гулять, отдыхать, и оно сильно замусорено, и человек решает провести там уборку. Либо вам пришла такая мысль в голову, например, по результатам нашей сегодняшней встречи, и вы думаете, где бы найти такое место, где можно организовать уборку. В первом случае, если вы уже знаете, где вы будете убирать, вам нужно узнать, в чем ведомстве находится вот эта территория, на которой вы планируете сделать уборку. Если вы не знаете, где вы будете убираться, то можно обратиться в управу района, особенно вот сейчас, да, в преддверии апрельских уборок, либо в администрацию парка, или в администрацию МОЗ природы. Это такая московская организация, которая курирует особо охраняемые природные территории в черте Москвы. Особо охраняемые природные территории, или аббревиатура ОПТ, или более простым языком заповедники. В черте Москвы они, как это ни удивительно, тоже есть. Найти эту организацию через поисковик достаточно легко. И есть еще такой ресурс, как Экофронт. Это такой гражданский проект. Сайт-карта и социальная сеть одновременно. Это очень хороший инструмент, благодаря которому вы можете сделать несколько вещей. Если вы просто гуляете в лесу, увидели свалку, вы можете сделать фотографию с помощью своего смартфона с включенной функцией определения GPS-координат. И отправить эту фотографию на электронную почту этого ресурса. И ваша фотография автоматически, благодаря роботу, прикрепится к карте. И вы сможете сформировать объект. Для этого нужно зарегистрироваться на этом сайте. И вы к этой фотографии добавляете дополнительную информацию. Она автоматически прикрепляется к карте. Вы создаете объект. И дальше вы можете делать два разных действия. Вы можете отправить автоматическое письмо в ту администрацию, в ведомстве которой находится эта территория. Чтобы они убрали там. В бюджете этой организации есть ресурсы, в том числе и на уборке. Либо вы можете... Второе действие, которое можно сделать, вы можете организовать уборку. И зарегистрировать ее тоже на этом ресурсе. И привлечь тех участников, которые уже зарегистрированы тоже на этом сайте, привлечь их тоже в качестве участников на эту уборку. Итак, если возвращаться к различным учреждениям, то можно обратиться в управу району, в администрацию парка или в администрацию МОЗ природы. Если говорить о парках, то зачастую в последние годы там ситуация достаточно благополучная. Там достаточно хорошо убирают. Есть территории проблемные. в черте города, у которых такая спорная принадлежность. Вот там возникают, как правило, чаще всего проблемы. Зачастую по поводу них нужно отправлять уведомления в управу района. Образец такого письма я могу прислать по запросу. Итак, нашли вы это место для уборки сами или вам его предложила? Одно из тех учреждений, о которых я говорила. В любом случае, вам нужно съездить на это место для того, чтобы сориентироваться, для того, чтобы впоследствии, вернувшись домой, создать карту этого места. Вам нужно будет сделать несколько привязок. Для чего нужна эта карта? Когда вы будете писать в администрацию района или в администрацию парка или заповедника, вам желательно к этому письму приложить карту, чтобы тем, к кому вы обращаетесь, было понятнее, о какой территории идет речь. Бывают ситуации, когда они вам сообщают, что, например, эта территория не наша, обратитесь в другую организацию, дают вам координаты. И опять же, мы в нашем письме, о котором я более подробно скажу позже, будем просить их вывезти мусор. И водитель мусоровоза, как правило, это для него непривычный маршрут. Ему тоже нужно четко понимать, куда он поедет. Кроме того, на такой карте хорошо отметить то место, где вы будете складировать мешки с мусором. И сделать некие привязки для тех людей, для ваших участников, которые будут искать место сбора. То есть вам нужна будет ссылка на карту. Это можно сделать как в Яндекс-картах, так и в Гугл-картах. И желательно принт-скрин, картинку в JPEG, которую можно будет разместить в событии в ВКонтакте или в Фейсбуке, как вам удобно. То есть мы рекомендуем сделать события в соцсетях, связанные с вашим субботником, таким образом легче привлекать участников. Поэтому карта места это очень важный пункт. Итак, письмо в администрацию, оно преследует три цели. Мы уведомляем о массовом мероприятии, что требует закон. И в этом же письме мы просим вывести мусор после нашей уборки, а также просим оповестить жителей в управах района или, если это не Москва, а, например, маленький подмосковный город, у них есть своя местная газета. И мы просим, в том числе, оповестить жителей через местную газету. Также есть информационные доски, на которых тоже можно разместить эту информацию. Мы просим главу администрации помочь нам в оповещении жителей. Но, естественно, глава администрации непосредственно сам не будет этим заниматься. Он спустит ваше письмо в департамент ЖКХ или какой-то там схожий департамент. Иногда по ошибке, видя первый абзац, что это уведомление о массовом мероприятии. У меня был такой случай, когда наше письмо расписали не с департамент ЖКХ в какой-то департамент по безопасности. И мне звонил человек, который уточнил какие-то вопросы, связанные с количеством участников и так далее. То есть нижнюю часть, где мы просим вывезти мусор, он вообще не увидел. Это просто такие технические моменты, которые имеет смысл отслеживать. То есть мы пишем письмо, либо относим его сами в администрацию, либо отправляем его на официальную почту или по факсу. Но важно перезвонить туда спустя какое-то время, убедиться, что оно прошло. Они должны его зарегистрировать и сообщить вам входящий номер документа. И еще через какое-то время они скажут вам исполнителя по этому письму, с которым вам уже непосредственно нужно будет держать связь и согласовывать детали. Администрация наша вывезет смешанный мусор, то есть то, что не относится к вторсырью. Если мы с вами делаем уборку с раздельным сбором и у нас есть мешочки с пластиком, с металлоломом и со стеклом, нам нужно найти компанию, которая нам поможет вывезти вторсырье. Здесь на этом слайде указаны компании, которые за последние три года получили от государства, они выиграли, они стали победителями гостендеров, получили госзаказы на организацию на вывоз мусора в разных округах Москвы и в том числе в техническом задании к этому договору прописано, что они обязаны внедрять раздельный сбор в тех районах, где они работают. Поэтому я рекомендую, если вы делаете уборку в Москве, обращаться в эти компании. У меня уже был опыт работы с одной из этих компаний, МСКНТ. Мы в ноябре проводили субботник в печатниках и МСКНТ помогали нам вывозить вторсырье. И еще несколько компаний, с которыми тоже у меня был опыт работы, это сфера экологии, Таратрейд, Чистый город, ЛНТ. ЛНТ в том числе работает в нескольких районах Подмосковья, в нескольких городах Подмосковья. Еще был опыт договоренности не непосредственно с перевозчиком вторсырья, а с пунктом и с сортировщиком, заготовителем вторсырья. В Салтыковке у нас был такой опыт. Человек, у которого есть свой пункт и есть транспорт, мы просто договорились с ним, он после субботника согласился вывезти вторсырье. Следующий наш пункт, если по предыдущей части нет вопросов. Подмосковью вы сейчас говорили компания ЛНТ. ЛНТ. Она закрывает, как-то есть информация, какие районы в Москве закрывает? Люберецкий район, куда мне обращаться? Сейчас, наверное, не смогу вам сказать точно по Люберецкому району. Компания ЛНТ работает в Дубне, еще где-то надо проверить. Ну, я готова помочь вам сориентироваться, но в любом случае надо искать поисковые запросы, которые здесь работают, в том числе это куплю пэт в таком-то городе или куплю металлолом, куплю стекло. То есть это небольшие заготовители, к которым можно в том числе обращаться и попросить их вывезти вторсырье после уборки. Не оставлю свои контакты, и я готова вас проконсультировать. Потом следующий этап привлечение участников. Самое простое, мы можем пригласить своих друзей, коллег, воспользоваться нашими контактами в соцсетях. Очень полезный и удобный инструмент это создание события в Фейсбуке или ВКонтакте, где мы указываем, когда мы проводим мероприятие, где, подробно пишем, как добраться, даем ссылку на карту и принтскрин нашей карты, чтобы участникам было легче сориентироваться. Также можно разместить информацию об этом мероприятии в форумах ваших районов или городов Подмосковья. Информационные доски очень хорошо работают, и, как-то ни странно, бумажные объявления. Можно за неделю до уборки пройтись, например, по автобусным остановкам недалеко от вашего места уборки и развесить просто бумажные объявления, что в таком-то месте мы будем проводить уборку. Присоединяйтесь. Желательно оставить контактный телефон координатора уборки. И, конечно, в событиях в соцсетях тоже нужно дать телефон одного или нескольких организаторов, чтобы участникам, которые не знают это место, будут его искать, им легче было вас найти. Какие ресурсы нам понадобятся? Это очень просто. С одной стороны это мешки, перчатки. Очень удобно на субботнике с тачкой. Вам понадобятся лопаты, грабли, питьевая вода, аптечка. Ну, это такой необходимый минимум какое-то количество констоваров. В зависимости от того, в каком формате вы проводите уборку, вы можете попросить участников, чтобы они захватили с собой перекус для вашего совместного пикника. Иногда, если это крупная уборка или корпоративная уборка для компании, пикник проходит иногда в формате организованной кухни или кейтринга, или полевой кухни. Зависит от ситуации. Но это тот минимум, который вам понадобится. Я отдельно потом могу сказать о том, какими должны быть мешки и перчатки, потому что это важно. важный момент, они не должны быть очень тонкими, если мы собираем какие-то тяжелые фракции или смешанный мусор. Тот пример, который я здесь перевела, он совсем правильный. Перчатки, которые мы используем, они должны быть достаточно плотные, с облитой такой ладонью, желательно, чтобы это была такая двойная обливка. у нас есть методичка по организации уборки, и всем желающим я готова буду ее разослать, там более подробно сказано о том, какими должны быть мешки и перчатки. Мы привлекаем участников через социальные сети, но также я призываю вас более широко распространить информацию о вашем мероприятии. можно написать анонс и разослать его в районные средства массовой информации, газеты, радио, телевидение и разместить в интернете. Отдельно тоже, если с этим возникают вопросы, образцы таких пресс-релизов, анонсов у меня тоже есть, я готова вам их прислать, чтобы вам было на что опираться. И важно подумать, как мы организуем наш досуг после того, как закончится наша уборка, которая длится примерно 2-4 часа. Мы с вами отдохнем, перекусим и в качестве благодарности участникам, которые пришли на уборку, мы стараемся организовать какую-то развлекательную часть. из чего она будет состоять, это уже ваша фантазия. В разное время мы проводили спортивные игры, мастер-классы, какие-то экологические лекции. К нам приезжал молодой человек, который проводил курс по указанию первой помощи. Здесь полностью это ваше творчество. уборка. Здесь мы переходим непосредственно к тому, как проходит уборка, к общему сценарию. Мы назначаем время начала уборки. В среднем это, если это выходной день, особенно, как правило, я стараюсь начинать уборку где-то в 12 часов дня. Можно чуть пораньше, но позже уже не советую. Организаторы приезжают на место заранее, где-то не меньше, чем за час, потому что вам нужно оборудовать место уборки, так называемый штаб. Как он будет выглядеть, это, в общем-то, зависит от вас. Но удобно, чтобы он был достаточно ярким и узнаваемым. Это может быть и палатка, это может быть что-то вроде торговой палатки шатра из трех стен. На нее очень удобно крепить флаг или баннер. Часто мы крепим баннер как одного из движений наших волонтерских. Можно просто развесить шатер на случай, если пойдет дождь, потому что это то место, где будут складированы мешки, перчатки, это то место, где участники смогут кинуть свои рюкзаки, оставить вещи, когда они пойдут убираться. Там можно поставить такой туристический раскладной столик, на который вы разложите мешки и перчатки, чтобы вам удобно было их раздавать. Особенно это актуально, когда у вас уборка с большим количеством участников, и вам нужно быстро принять, проинструктировать команды, раздать им расходные материалы. Вы организовываете место штаба, вы уже заранее знаете примерно какую площадь уборки вы будете убирать. Если вы приехали вместе со своими помощниками, которые до этого здесь не были, то вам нужно их сориентировать на месте. Они должны примерно представлять границы уборки, потому что когда мы делаем только обследование, приезжаем на место, мы оцениваем количество мусора, примерно прикидываем сколько нам нужно будет человек для того, чтобы этот мусор убрать. Если мы понимаем, что место очень замусоренное, есть риск, что за 2-4 часа мы не сможем убрать весь берег этой реки, то мы для себя определяем некий квадрат 50 на 50 метров, который мы уберем за 2-4 часа. Потому что желательно тогда за эти условные рамки этой территории не выходить, чтобы по окончании уборки мы именно вот этот кусочек мы убрали хорошо, чтобы там было чисто, потому что, как показывает практика, в чистом месте людям уже сложнее мусорить. Это так называемая теория разбитых окон. если кто-то не знает что-то такое, можно погуглить в интернете. Вот. Мы понимаем, что мы не уберем весь этот пляж и весь этот берег реки, но какой-то кусочек мы точно оставим чистым. Вот. Итак, мы организовали наше место уборки, мы готовим к встрече волонтеров и если у вас есть помощники, то можете договориться, как вы будете, как вы поделите задачи, как вы поделите роли, потому что момент, когда приходят участники, очень часто бывает так, что если человек один, например, ему приходится одновременно быть в нескольких местах одновременно. Нужно и встретить волонтеров, и проинструктировать их, и раздать инвентарь, тут же вам звонят еще участники, которые заблудились и не могут сориентироваться. В общем, желательно, если вам будет помогать один, два человека, ну, это зависит от того, сколько человек вас ждаете на уборке. Команда может быть, команда организаторов, помощников может быть и больше. К вам приходят люди, и дальше вы уже для себя определяете, либо вы назначаете время встречи, ждете всех участников, собираете всех кружок, инструктируете их, как мы убираем мусор, либо вы действуете по обстановке, люди постепенно приезжают небольшими группами, вы встречаете, объясняете каждой небольшой группе или индивидуальным участникам, как мы убираем мусор, вы даете мешки, перчатки, и они идут, начинают уборку. Здесь уже зависит от того, как организована каждая конкретная уборка и мероприятие. Вы делаете так, как вам удобно. Уборка, как я сказала, в среднем длится от 2 до 4 часов. Несмотря на то, что вы проинструктировали людей, но если они участвуют в подобном формате первый раз, нужно понимать, что не все сразу понимают, в какой мешок что класть. И желательно людям повторить это несколько раз. Вы сами или ваши помощники подходят к вашим участникам, смотрите, как они собирают мусор, и если что, где-то поправляете, напоминайте, как это лучше сделать. те мешки с мусором, которые они уже собрали, они приносят в ту точку, откуда уже машина будет их возить. Желательно, чтобы у вас были тачки, чтобы участникам было проще. По завершении уборки нужно проверить, чтобы все мешки были собраны к месту, откуда их уже будет вывозить машина. Заканчиваем мою уборку тем, что развешиваем мотивационные таблички. Я здесь принесла образцы таких табличек. Их разработали, сделали ребята из проекта Росэка. Вот так покажу. Можно зайти на их сайт росэка.су и посмотреть образцы таких табличек. Их можно распечатать, заламинировать. Делайте дыроколом дырочки в четырех углах и развешивайте на деревьях в том месте, на той полянке, которую вы убрали. Желательно их вешать чуть-чуть выше человеческого роста. Дальше вы уже ориентируетесь на месте, либо мальчик подсаживает девочку, она прикрепляет их на дерево, либо можно встать на ту же тачку перевернутую. Как показывает практика, если вы на чистом месте развесили таблички, то там частота сохраняется гораздо дольше. Поэтому рекомендуем их использовать. Не обязательно использовать именно эти, но можете придумать какие-то свои, но это работает. Дальше мы с вами убедились в том, что мы собрали все мешки, привозим себя в порядок, моем руки, организовываем совместный пикник, отдых, развлекательная программа, если вы ее подготовили. Пункт погрузки мешков. Здесь он может отличаться в зависимости от ситуации, потому что уборка у нас проходит выходной день. Из администрации скорее всего вам не выделят водителя, который заберет мешки в выходной день, потому что для них это дополнительная нагрузка, это значит, что им нужно оформлять работу водителя в выходной день. Они скорее всего это не сделают, по практике они отправляют мусоровоз на следующий день. Но этот момент нужно проконтролировать. Если же к вам приезжает водитель в этот день, то вы просите ваших волонтеров помочь водителю погрузить мешки, потому что это просто физически тяжело, не надо ожидать, что водитель один с этим легко справится. После своего пикника стараемся, чтобы осталось чистое место. Здесь я обычно организаторам и участникам рекомендую не использовать одноразовую посуду. Идеальный вариант это туристический кружка, ложка, миска, которую мы берем с собой, алюминиевые или многоразовые пластиковые. Стараемся, чтобы после нашего пикника не образовалась куча мусора. Приезжаем домой, отдыхаем и дальше я рекомендую написать какой-то яркий, интересный отчет с фотографиями публиковать его в группе в социальных сетях, которые вы до этого создали. Можно распространить информацию о вашем мероприятии в тематических рассылках. Это очень важный момент. Потому что многие люди, которые не принимали участие в подобных мероприятиях, увидев ваш яркий пост, посмотрев как это было здорово, в следующий раз захотят к вам присоединиться. Так очень часто бывает. Или те, кто сомневался поехать не поехать, в следующий раз вдохновившись вашим опытом, скорее всего присоединятся к вам. Я отдельно выделила несколько моментов, которые таких узких моментов, с которыми у меня возникали сложности. И поэтому я сошла нужно отдельно об этом сказать, чтобы вы тоже уделили этому особое внимание, потому что это сильно упростит вашу работу. Если вы будете не один организовывать это мероприятие, если у вас будут помощники, но я об этом уже говорила раньше. Да, из того, что я не упоминала, важно, чтобы кто-то из ваших помощников делал фотографии на мероприятие, потому что фотоотчет тоже играет большую роль и для вашего отчета, который вы разместите потом в социальных сетях. Ну и потом это такой элемент признательности для ваших участников, что они могут потом посмотреть ваш отчет, фотографии, вспомнить, как это было здорово. Это важный момент. Безопасность. Очень важно предупредить ваших участников о том, чтобы они оделись так, чтобы им комфортно было на уборке и чтобы избежать возможности порезов, перегрева на санцепеке. Потому что очень часто ребята летом на уборке приходят в шортах и традиционно режут себе икры, потому что при переноске мешков со стеклом очень часто торчат оттуда осколки и я сама не раз тоже резала себе икры. Но это не сильные порезы, на этот случай у нас должна быть аптечка, поэтому одежда должна быть закрытой. и брюки и футболки желательно, чтобы были с длинным рукавом. Шприцы. Часто очень в местах скопления бытового мусора бывают места, где-либо проводить время наркоманы. Если вы обнаружили такое место, то убедитесь в том, чтобы шприцы собирали взрослые, детей тогда лучше не допускать. Лучше одеть несколько пар перчаток и шприцы собирать в пластиковую бутылку. Можно взять пятилитровую канистру, которую можно легко найти в этом же месте. Пятилитровую канистру или двухлитровую бутылку и собирать шприцы туда. Потому что периодически волонтеры колятся шприцами, к сожалению, на уборках. На этот случай у нас обязательно должен быть йод, зеленка в аптечке. И я отдельно выделила тему аптечки, потому что к сожалению к этой теме очень часто относятся легкомысленно. У меня был момент на одной из уборок, когда один человек отвечал за аптечку и когда одному из участников понадобилось как раз дезинфицировать место укола от шприца, которому он случайно укололся собирая эти шприцы, оказалось, что в нашей аптечке есть только бинты. Потому что человек, который отвечал за аптечку, разлил руками и сказал, что я купила аптечку автомобильную только что непосредственно перед уборкой. у меня есть очень хороший список аптечки, составленные такими бывалыми туристами. Могу прислать по запросу. Желательно, чтобы она у вас была с собой, не только на случай порезов и уколов, но и на случай других неприятных ситуаций, чтобы вы были во всеоружии. Я уже частично сказала об отчете. Мы делимся впечатлениями, мы делимся фотографиями, мы рассказываем о том, сколько мы собрали мусора, сколько у нас участников было на мероприятии. Для этого желательно, чтобы один из ваших помощников или вы сами фиксировали, сколько вы собрали смешанных отходов, сколько вы собрали вторсырья, сколько участников у вас было на мероприятии. Это все-таки важный момент, для вашего отчета. Вот. Ну и фотографии до и после это must-have. Это то, что обязательно нужно сделать. То, что воодушевляет больше всего. Часть мониторинга это как раз контроль того, что водители, с которыми, то есть администрация, с которой вы договорились и компания, которая возит вторсырье, что они приехали, что они вывезли, то, что вы собрали. Иногда процесс вывоза затягивается на несколько дней, на неделю. Желательно этого не допускать, потому что приходят собаки, разрывают мешки, разбрасывают мусор, иногда наведываются бомжи, думая, что там есть что-то полезное, начинают открывать эти мешки, мусор вокруг разбрасывается, это не очень хорошая история, то есть нужно контролировать, чтобы мусор был вывезен оперативно. Про таблички я уже сказала, очень хорошо работает, если вы сможете привлечь к участию в этих уборках местных жителей, у меня уже есть такой опыт, когда формируются как раз именно среди жителей такие инициативные группы, которые следят за чистотой в этих местах, например, на озере Бисерова у нас есть очень активные дачники, многие из них живут на даче круглый год, и сейчас они сами организовывают эти уборки, ведят за чистотой, и такой системный момент, к сожалению, это проблема очень многих подмоскованных мест, что во многих местах отдыха просто отсутствуют контейнеры для мусора, собственно, это и провоцирует, то, что в этих местах образуется куча с мусором, то, что люди уходя просто оставляют аккуратно сложенный завязанный мешочек с мусором, потому что просто некуда выкинуть, хотя в принципе если человек привез на это место мешок с продуктами, то понятно, что его мешочек с мусором будет весить гораздо легче, чем мешок с продуктами, но немногие относятся к этому сознательно, вот, и зачастую на выходе с пляжей озер и рек образуются такие целые дороги из мусора, вот, поэтому мы стараемся работать с администрацией, с тем, чтобы они устанавливали контейнеры, работа эта не очень простая, вот, у них зачастую много разных отговорок, в принципе у них есть, их тоже можно отчасти понять, потому что часть этого мусора, это мусор местных дачников, которые, недобросовестных дачников, которые не заключают договоры на вывоз мусора, который у них по идее должен быть, у каждого садового товарищества должен быть такой договор, экономят деньги, не заключают такие договоры, и в результате мы видим картину, что после выходных около автобусных остановок за городом скапливаются кучи мусора, вот, но тем не менее, так или иначе, мы стараемся переходить тоже к этому этапу, потому что если мы не создаем условия для отдыхающих, если мы не устанавливаем эти контейнеры, то мы провоцируем то, что на следующий год в этом месте опять мы найдем ту же картину, и придется снова убирать. Собственно, на этом все. Здесь сердечко немножко заслонило надпись у нас есть методичка, у нас есть образцы письма в администрацию, есть список всего необходимого, что должно быть в аптечке, все эти материалы готовы прислать. сейчас мы организуем какой-нибудь листочек, на котором можете оставить свои контакты. Да, и я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, нам государство, что сейчас происходит в нашей стране по поводу родильного сбора национал. Есть ли что-то, что какая-то глобальная подформа, которая сейчас объединяет всех в мире? Может, есть какие-то локальные? Да, сейчас идут разработки поправок к основному закону 89-м об отходах, которые предполагают создание территориальных схем в каждом регионе на нашей стране. Это определенный такой алгоритм, по которому должны будут собираться все отходы в каждом регионе и направляться либо на переработку, либо на полигон, или к сожалению на мусоро-разжигательный завод. 89-й закон федеральный в том числе определяет приоритет, что отходы в первую очередь должны быть отправлены в переработку. На сегодняшний день, поскольку отсутствуют подзаконные акты, то этот закон не очень хорошо работает. в разных регионах разная ситуация. Но работа такая ведется. И собственно как движение раздельный сбор, так и движение мусора больше нет. Мы в том числе ведем эту общественную работу для того, чтобы стимулировать как раз именно раздельный сбор отходов. Потому что из три основных способа переработки отходов это раздельный сбор, это захоронение на полигонах и сжигание. Сейчас как раз такой момент, когда мы можем повлиять на эту ситуацию. Нам важно показать нашим законодателям, нашей законодательной исполнительной власти, что общество готово к раздельному сбору и заинтересовано в этом. Потому что к сожалению для них самый значимый момент это экономическая эффективность. Но в деле экологии это не всегда определяющий момент. И для того, чтобы вопросы переработки пошли именно в сторону раздельного сбора, общество здесь очень важно подключиться к этой теме. и как раз поэтому мы проводим эти встречи, мы проводим уборки с раздельным сбором, акции приема вторсырья, для того, чтобы эта система стала востребованной, для того, чтобы общество увидело значимость этой проблемы и для того, чтобы каждый человек понял, что он несет ответственность за тот мешок мусора, который он выбрасывает в мусорный контейнер. То, что он будет отвезен на мусорный полигон или будет сожжен на мусоросжигательном заводе, и таким образом будет оказан определенный вред окружающей среде, здесь есть доля ответственности каждого человека. А скажите что-нибудь про 2018 год. Я просто была на фестивале ЭКОКА, и вы рассказывали о том о главальной акции, которая в 2016 году была? Да, это часть акции Let's Do It или по-русски сделаем. Как я говорила, в России акция сделаем проходит уже 4 года подряд. Это массовая уборка, которая проходит в разных городах России. Как правило, традиционно уже в середине сентября. В этом году акция сделаем будет проходить 10 сентября. почему 2018 год? В 2018 году мы хотим организовать такую акцию масштабов всей планеты, чтобы в один день прошла уборка на всей планете, сделать такое большое резонансное событие, которое мы хотим привлечь не меньше 5% населения планеты, потому потому что есть такая теория, что если к какой-то идее присоединилось 5% сообщества людей, то это дает толчок для принципиального изменения в каком-то направлении. Поэтому 2018 год и... тоже сентябрь, да? Да, да, да. Ну, первый шаг на пути к этому это акция сделаем 10 сентября этого года, 2016. Есть вопросы на интернете? Да. Светлана пишет. По своему опыту могу сказать, что очень важен человек, проводящий досортировку мусора. На нашей уборке каждый участник собирал отдельную фракцию. у вас это было также организовано? Мы, как правило, ставим задачу перед всеми, что все собирают все, то есть каждому участнику либо команде участников выдается несколько разных мешков. Очень удобно, если у нас мешки разного цвета, участники не путались, в какой мешок что класть. Да, есть такая проблема, что не все собирают достаточно аккуратно, поэтому человек, который помощник, или организатор уборки, он на месте принимает уже мешки с собранным мусором, ему нужно проверить, правильно ли рассортирован, правильно ли собран мусор. Бывают случаи, когда мы досортировываем. Юля обещала показать какую-то сумку, с которой вы ходите в магазин дает лет. одно. Может быть все себя видят организаторами, а я себя вижу только участником. И где я найду информацию, куда идти в ближайшее время. Вот ее как-то я не знаю, для меня мало. где найти. Если бы вы не сказали об этом в этой сегодняшней встрече на фестивале фильмов, как бы я нашла где сайт, какой у меня будет. Да, у нас есть группа ВКонтакте. Мусора больше нет Москва ВКонтакте. И группа сделаем Москва Московская область ВКонтакте. Только ВКонтакте. Есть также группа Всероссийская группа сделаем в Фейсбуке. Есть группа Москва сортировочная в Фейсбуке. Там дублируется информация по акциям раздельного сбора. И информацию в субботниках мы тоже публикуем в этих группах в социальных сетях. А в каких социальных сетях? Подпишитесь на рассылку Эковики. Эковики. Там публикуется информация о различных волонтерских экологических инициативах. В том числе я пишу туда об уборках. Про сумку. Про сумку. Про сумку. Да, конечно. Моя Эковоська, которая живет у меня уже лет пять или шесть. В Балоне были, да? Про сумку. Про сумку. Про сумку. Про сумку. Про сумку. Приятно, когда вы видите на обочине дороги, в лесу большое количество пластиковых пакетов. Вот, они разлагаются порядка четырехсот лет. Поэтому я очень поддерживаю инициативы. В некоторых странах и городах законодательно уже закреплено отказ от пластиковых пакетов. Но все равно при нем в магазина шамбла каждое яблоко и каждый кунжут вы будете класть в отдельный пластиковый пакет. Я беру с собой мешочки либо по второму разу использую пакеты беру с собой или использую бумажные пакеты. А дома вы сортируете мусор, когда вы используете какую емкость? Дома не обязательно сортировать по разным емкостям или разным пакетам. Важно вторсырье просто сполоснуть и вы можете складывать его в один мешок или в одну корзинку и потом придя на пункт приема вторсырья просто рассортировываете на месте. То есть нет необходимости дома поставить несколько разных урн. Как-то у нас в городе будут стоять 3-4 на улице около домов или так не будет не так же? Вот я уже упоминала в Москве за последние несколько лет разыгранные гостендеры почти в каждом из округов Москвы есть компания которая организовывает вывоз мусора и в том числе в их обязанности есть организация раздельного сбора отходов они организовывают либо стационарные пункты приема вторсырья либо мобильные пункты вот здесь как раз даны сайты этих компаний можно зайти на их сайт и посмотреть где находятся то есть вы определяете в каком округе вы живете соответственно вы заходите на сайт той компании которая обслуживает ваш округ и на их сайте опубликованы пункты приема вторсырья вот кроме того на сайте движения раздельный сбор тоже есть карта на которой волонтеры движения собрали все пункты вторсырья в москве есть еще карты greenpeace recycle map.ru на ней тоже можно посмотреть пункты еще вопрос есть у интернета скажите пожалуйста мешки со вторсырьем и несортированным мусором обычно складываете рядом а водители ориентируют по цвету мешков в том случае когда и мусор и вторсырье возятся не в день уборки как избежать того чтобы вторсырье случайно не выгодили вместе со смешанным мусором это хороший вопрос мы обычно определяем две разные кучки вот в этой кучке у нас вторсырье вот в этой кучке у нас смешанный мусор как правило представители компании которые вывозят вторсырье он приезжает как раз в день уборки и собственно мы помогаем ему погрузить это и мы контролируем чтобы он вывез только вторсырье соответственно на месте чаще всего остается только смешанный мусор который уже вывезет администрация скорее всего первый рабочий день после уборки вот а еще если уборка массовая на ней присутствует много людей то очень помогает если вы сделаете таблички можно сделать такие самодельные таблички с фанерки фанеры куска фанеры прибитого на палку на которой просто будут обозначены здесь мешки с пластиком здесь мешки с металлом здесь со стеклом здесь смешанный мусор для того чтобы участникам было легче ориентироваться это зависит от того насколько оно замусорено сильно сильно замусорено ну я определила сначала может быть квадрат вашей уборки поменьше если вы там определили для себя что вы убираете в течение двух часов и вы за это время успели убрать это место и понимаете что можете убрать еще значит прибавляйте к этому вашему квадрату еще какую-то часть но просто старайтесь сделать так чтобы к концу уборки ту площадь которую вы взяли чтобы вы ее убрали тщательно если место сильно замусорено то лучше замахнуться сначала на меньшее если останется время и силы то можно брать еще ну это зависит от ситуации первая уборка которую я организовывала она была на озере бисерова это 30 километров от москвы я живу в москве вот ну просто так скажем мне это место перешло по наследству от наших экологических активистов там до этого уже проводились уборки вот достаточно живописное красивое место но к сожалению там часто очень много мусора то есть ну да конечно удобно привлекать тех людей которые живут неподалеку тем более тех кто часто там бывает часто гуляет они больше замотивированы вот но бывает что приезжают люди издалека еще скажите вот мешки раздать мешки раздать перчатки а откуда их взять откуда они вообще берутся да правильно я об этом не сказала есть несколько способов как правило если мы организовываем какую-то масштабную акцию типа акции сделаем мы ищем партнеров и спонсоров которых просим закупить расходные материалы если это не ваш случай да то есть если осталось мало времени вы понимаете что вы такую работу не потянете ну вы просите просто участников принести на уборку пару перчаток и там 10 мешков просто оговаривайте какими эти мешки должны быть да кроме того когда мы пишем письмо в администрацию того места где мы собираем собираемся убрать мы также можем попросить чтобы нам выделили инвентарь и расходные материалы вот здесь тоже очень важно проверить чтобы они вам дали не 20 литровые мешки для офисных помещений вот мешки для смешанного мусора должны быть плотностью не менее 40 мкн микрон кажется да это такая аббревиатура расшифровывается но когда вы в интернет-магазине или в любом другом магазине выбираете мешки то там обычно указана плотность вот вот она должна быть не меньше 40 в такие мешки мы собираем обычно смешанные отходы и ну в зависимости от того какой у вас набор разных мешков может быть у вас будут только такие мешки весь мусор будет собирать в такие мешки но желательно если вы отдельно собираете стекло чтобы у вас на уборке были полипропиленовые мешки они больше известны под названием строительные мешки мешки для мусора такого грязно-зеленого цвета плетеные вот объемом где-то 50-60 литров а такие черные мешки они должны быть объемом 120 литров вот желательно чтобы у вас были отдельные мешки под пластик пластиковые бутылки они могут быть тонкими потому что пластик легкий здесь нам не принципиально чтобы они были большой плотности даже лучше если они будут тонкими потому что чем толще пластик тем естественно больше материала да мы используем как-то слово бумага никак не звучало бумажный может он как-то на уборке на уборке у нас нет как таковой макулатуры мы не выделяем такую фракцию как макулатура потому что та бумага или картон который вы найдете на уборке она будет либо грязная либо мокрая это не та бумага которой можно отправить переработку в любом случае отталкиваться нужно от того какие отходы у вас может принять так компания которая вам помогает вывести вторсырье например может быть так что она работает только с пластиком и тогда вы на уборке будете отдельно собирать только пластиковые бутылки естественно все остальное пойдет в смешанный мусор здесь нужно исходить из возможности той компании с которой вы имеете дело как вы работаете со спонсорами мы обращаемся в крупные корпорации здесь с кем-то долгое сотрудничество или обычное да есть да с несколькими компаниями в том числе PepsiCo Opticom Nestle традиционно снабжает нас шоколадками для участников уборок несколько лет мы работали с Рено в принципе не так сложно найти поддержку потому что это очень простой понятный красивый формат ну вот и мы показываем опыт наших опыт нашей работы в предыдущие годы вот и в принципе найти ресурсы было несложно ну вот все те годы что я занимаюсь организацией уборок я могу если это интересно я могу прислать образцы наших коммерческих предложений если вы хотите такую работу проделать спонсор получает потребитель наружную рекламу да получаются наружную рекламу в зависимости от того как вы договоритесь да это может быть упоминание компании и наличие логотипа в ваших промо-материалах это посты в ваших социальных сетях зависит от договоренностей сетях